Будем правильно работать головой Герунда, тогда почему же вы часто говорите, что образование – это хорошая предпосылка для монашества? Смотри, человек образованный может прочитать что-то из святых отцов и при небольшом старании, поскольку он понял прочитанное, быстро преуспеть Человек уже не образованному, если у него нет благоговения, преуспеть непросто Не образованному требуется собственным опытом достичь божественных событий, чудес и уже потом постигать читаемое через пережитое Тогда как человеку образованному для того, чтобы быстро преуспеть, достаточно небольшого старания Только бы он работал головой, не застревая на одной лишь теории так, чтобы она его окрадывала Я, конечно, не говорю, что ему надо стараться посредством своего интеллекта познать таинство Божие То есть, Геронда, человеку необходимо использовать свой интеллект в борьбе со страстями? Не только в этом, но и сверх того Человек видит благодеяние Божие, видит всю вселенную и словословит, благодарит Бога Погляди, ведь сначала сам Авраам взыскал Бога Бог Авраама взыскал потом То есть, отец Авраама был идолопоклонником Он поклонялся истуканам А Авраам наблюдал за вселенной И то, что люди поклонялись бездушным идолам, привело его в недоумение Он начал работать головой и сказал Не может быть, чтобы эти идолы, эти деревяшки были богами и сотворили сей мир Так кто же его сотворил? Кто сотворил небо, звезды, солнце и все остальное? Я должен найти истинного Бога В Него, я уверую, Ему поклонюсь Вот тогда-то Бог и явился Ему и сказал Изыди из земли Твоей Я и от рода Твоего Бог привел Авраама в Хеврон И Авраам стал любимым Божиим чадом Человек образованный может и не иметь благоговения Но, будучи способным понимать вещи легко Он, обладая немногим смирением и немного подвизаясь, достигнет преуспеяния Например, когда в руки связи, где я проходил военную службу Нас начали обучать воинской специальности радиста То некоторые позывные были на английском языке Те, кто был образован и знал английский Выучивали их сразу А нам, остальным, это было непросто Да и на занятиях по теории, которые были не такими сложными Тем, у кого был хоть какой-то запас знаний Было легче, чем нам Человек должен уразуметь благодеяние Божие Понять, что ему дано Для чего Бог дал нам разум? Для того, чтобы мы исследовали, изучали, следили за собой Бог дал людям голову не для того, чтобы они постоянно ломали ее над тем Как найти все более и более быстрое средство передвижения из одной страны в другую Он дал нам разум, чтобы мы с усердием прилагали его к главному К тому, как достичь цели своего назначения Бога Истинной райской страны Какие же благодеяния оказал Бог народу израильскому? Какие знамения? Сколько чудес! И несмотря на это, когда Моисей со скрижалями, на которых были написаны Десять заповедей Божиих, задержался на Синая и спустился с него не сразу Народ отдал Аарону свои золотые украшения для того, чтобы сделать из них золотого тельца и поклоняться ему Но в нашу-то эпоху мозги у людей не телячи Поэтому образованному человеку нет оправдания в том, что он не понимает, что правильно и что нет Бог дал нам разум для того, чтобы человек обрел своего Творца А вот европейцы те своим разумом переусердствовали Убрав из своей жизни Бога, они запутались и приближаются к пропасти А некоторые, несмотря на то, что имеют ум, сообразительность и прочее Все предпосылки для того, чтобы преуспеть Невнимательны к тому, что им говоришь Только начинаешь им о чем-то говорить, они кричат «Понял, понял!» и, перебивая тебя, спешат сами закончить твою мысль На Святую Гору приезжают очень умные ребята Когда им что-то говоришь, то создается впечатление, что они схватывают услышанное на лету Однако, будучи невнимательными, они задирают нос И, схваченное на лету от них, улетает Зато другие, несмотря на то, что имеют не столь острый ум С благоговением внимают тому, что им говорят Не перебивают, дослушивают до конца И услышанное остается с ними Первые многое понимают Со всех сторон собирают знания Заполняются ими И ничего не делают Разум, который дал им Бог, они приводят в негодность Их голова становится все равно, что набитая соломой Имея гордость, они не дают благодати Божией их осенить Тогда как вторые, не будучи семи пядей во лбу, очень смиряются Я, знаете ли, говорит человек такого склада Ужасно тупоголовый И переспрашивает Как ты сказал? И такие люди стараются применить услышанное на практике Таким образом они исполняются благодатью и преуспевают Смиренный человек обычно много знает Тогда как у эгоиста знаний нет Потому что он не смиряется и не спрашивает Преподобный Арсений Великий был самым образованным человеком Византийской империи Император Феодосий Великий взял его в учителя двум своим сыновьям Аркадию и Гонорию Однако, уйдя в монахи и поселившись в пустыне Он, сидя у ног необразованного Авы Макария, говорил Я не знаю даже азбуки этого простолюдина Герунда А как достичь того, чтобы не исследовать вещи Посредством одного лишь рассудка? Человек должен использовать свой рассудок правильно С помощью рассудка он должен трудиться над исследованием величия Божия Чтобы обрести Бога А не делать Богом свой рассудок Умные люди должны быть духовно преуспевшими Им достаточно бросить на что-то взгляд, чтобы понять, в чем дело Работая рассудком, человек может помочь своему ближнему В противном случае он может его измучить Я знаю такие случаи из жизни мирян Был я знаком с одним пареньком Когда его отец умер, их осталось четверо детей Мать снова вышла замуж И ни от нее, ни от отчима Дети не видели никакой любви Когда этот несчастный подрос Он открыл промтоварный магазин и стал трудиться Однажды он услышал, что Умер какой-то человек, оставив сиротами троих детей Ему стало больно за этих малышей И он предложил вдове умершего Если хочешь, давай поженимся Будем жить как брат с сестрой И вырастим этих деток Та согласилась Сейчас они ведут духовную жизнь Читают жития святых Добротолюбие Ездят по монастырям Имеют духовника Этот человек должным образом размыслил Поступил правильно И приял божественную благодать А в противном случае Тангалашка внушал бы ему Тебя в детстве мучили Вот и ты сейчас мучай этих детей Однако этот человек Отомстил в кавычках за себя Не злом, а добром Одни используют свой разум для доброго И придумывают что-то доброе Другие используют его для разрушения И Тангалашка тоже помогает им в этом В случае с Авелем и Каином Мы видим то же самое Разве Бог сотворил Авеля Из одного теста, а Каина из другого? Нет Но Авель правильно работал своим разумом Который даровал ему Бог Бог, подумал он Дал мне целое стадо овец Так неужели я не дам ему Одного ягненка? Он выбрал самого лучшего ягненка Заклал его И принес в жертву Богу А Каин Принес в жертву Богу пшеницу Вместе с Мекиной и высевками Один принес в жертву отборного ягненка А другой Ни на что негодные остатки Колосьев, стеблей И другие отходы от молодьбы Ну ладно Не хочешь ты приносить в жертву ягненка Так возьми же по крайней мере Немножко чистой пшеницы Но к несчастью Каин взял пшеницу со всяким мусором И стал воскурять ее на жертвеннике Что принес в жертву один И что другой Жертва Авеля была благоприятна Богу И после Каин позавидовал Авелю И убил его Таким образом Бог воздал Авелю за то Что он претерпел А его старший брат Кружил по лесам Подобно дикому зверю Понятно, что Бог даровал каждому человеку Свободу Но во благо Использовал эту свободу Авель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok